Автошкола Автокурс Плюс Новости – это не только важная оперативная информация, но и прекрасный повод встретиться с вами, уважаемые телезрители. Здравствуйте! В эфире наши новости на Пушкинском телевидении. Я Инна Полуянова. Смотрите выпуски. В ритме уличного танца. В День молодежи прошел открытый танцевальный чемпионат. Забег на праздничную дистанцию. Юные спортсмены пробежали кросс на ФСК. В совещании в дачном поселке Маргарита Смайловская нанесла визит городскому поселению Зеленоградская. Ежегодно 27 июня в нашей стране отмечается День молодежи. По этому случаю для пушкинцев устроили сразу несколько развлекательных программ. Одна из них – открытый танцевальный чемпионат. Организаторы подготовили три номинации – стрит-данс, брейк-данс и гоу-гоу. Участвовать можно было сольно, дуэтом или целой группой. О том, как все прошло, подробнее расскажет Алена Якубовская. День молодежи. От каждой команды будет по пять человек выходить, и они будут меняться. То есть один свой танец показывает, потом из другой команды его подхватывает, меняет. И в такой битве каждый участник должен два раза выйти и показать все, что он умеет. А если заявка не была подана заранее, человек может вам прямо сейчас подойти и сказать «Я хочу вот попробовать себя». Легко, пойдемте. Я вас запишу. Мы делаем оригинальные вещи. И стараемся делать оригинальные вещи, которые делают другие. Стрит-дэнс, брейк-дэнс, брейкинг, акробатика. Все. То есть стараемся как-то создавать новое. Начал все с паркура, перешел на КПР, потом перешел на трикинг. Это трюки боевых искусств, акробатика и боевые искусства, брейк-дэнс, все вместе. Я занимаю второе место в мире по количеству трюков, сделанных в темп. То есть это 14 трюков подряд. Первое место в Америке. То есть это не официально где-то, а в ютубе, по видео, все, ну, в социальных сетях. Саняться тоже проект-танцем там, не знаю, что-нибудь, тоже трюки изучить, какие-нибудь движения, сальтер научиться. Желаем удачи, чтобы хорошо выступили, хорошего настроения. Побольше для молодежи, чтобы было таких вот мероприятий, занимателей, чтобы они были чем-то заняты. Потрясающий праздник, очень интересный. Ребята, мне нравится, что молодежь делает для молодежи. То есть не взрослые какие-то дяденьки пришли и начали заниматься тем, что обычно делают, это фальшиво. А действительно то, что интересно, это здорово. Честно, конечно, хотелось бы больше собрать, да, но тут уже встает вопрос, как всем приехать и выдержать ли пушки на это нашествие. Антонов, Антон, ну что ж, на май? Спортивный праздник для молодежи устроили на стадионе ФСК. Там школьники и студенты пробежали легкоатлетический кросс. Несмотря на сильную жару, все 120 участников добрались до финиша. В рамках Дня молодежи мы присутствуем с вами на одном из мероприятий, которые проводит администрация Пушкинского района на территории района. Непосредственно легкоатлетическая эстафета, в которой принимает участие 120 человек, высшие учебные заведения, личный состав Софринской бригады, воспитанники спортивной секции. Син, метеор, биатлон, девочки, биатлон... И начинаем готовиться. Здесь и присутствуют непосредственно ребята из Софринской бригады, в частности из разведподразделения. Значит, присутствуют курсанты первого и второго курса Академии МЧС. Значит, также самые маленькие, это от... которым где-то по 8-9 лет. В праздник не обошлось без повседневных проблем. В этот же день руководитель районной администрации Маргарита Смайловская приехала в городское поселение Зеленоградское на место строительства детского сада. Он будет первым в истории этого поселения. В рамках программы Андрея Воробьева уже с Нового года. Там будут воспитывать 120 детей. Убедившись в том, что все идет по намеченному плану, в администрации поселения прошло совещание. Какие проблемы там обсудили и как скоро их решат, расскажет Анастасия Спирина. Поэтому вся жизнь... Зима... Это как бы основные направления нашего поселения, респондентов. Вот. Поэтому он есть, потому что мы не стараемся нарушать частную застройку. Это вот эта часть. Здесь у нас в основном дома ИЖС. Зеленоградский, Соприно, правда, лесной, город Куш. Сегодня наш поселок развивается. За последний год население его увеличилось практически на 800 человек. С водом в эксплуатацию ЖК Зеленоградский у нас на сегодня увеличилось посещение нашей школы. Поэтому, конечно, новые струня, она же в предприятии практически никаких. И вот другие. То, что мы не строили жилье, это тоже скользкость. И в районе улицы Шоссе, и дом спротуда. И один... Если у кого-то, как мне сказали, у них там практически все, кто не заключает. По-моему, койка вот из такого. С якурсами. Очень сложный вопрос – это газификация деревни Зимогория. Очень активно, Людмила Васильевна, вы, ваша общественность обращается. Но можно понять одну вещь, да, что средства бюджета мы не имеем права на это тратить. А спонсорские средства сейчас, ну, нужно просто с осторожностью смотреть. Я посмотрела, порядка 9 миллионов необходимо. И самое обидное, что нельзя решать поэтапно. По 354-му постановлению установки внутриквартирных счетчиков, то распределяется разница по общедомовому счетчику на тех людей, которые добросовестно платят по установленным счетчикам. За недобросовестных людей, которые платят по нормативу. И эта разница, ну, она в некоторых случаях превышает намного то, что люди платят по счетчику. Скажем, человек заплатил по счетчику 100 рублей, а разница где-то 200. Они попросту продавали эти квартиры, но вот такого у нас в поселении на сегодняшний день будет. Я понимаю, что это очень плохая мера, мне вас очень жалко. Но разница между узлом учета и фактическим потреблением наших жителей, та, которая раскладывалась на наших жителей, с 1 июня возлагается на управляющую компанию. Мы сейчас просто смотрим экономику всех управляющих компаний и, повторюсь, еще раз, совместно сядем, посмотрим, что делать, потому что наша задача, в любом случае, хотя бы свести в ноль эти расходы, вот касающиеся конкретной темы, ни в коем случае, чтобы убытка у нашей управляющей компании не было. Но это совещание требует серьезной подготовки, проработки. Все объемные, его разрешать не поздно. Пошли на то, чтобы увеличить и мощности. Нет, на решении суда есть, я понимаю. Вот сколько я разговариваю? Пожалуйста. Приятная новость для пушкинских автолюбителей. В нашем городе открылся новый техцентр «Плюс Икс». Теперь все вопросы, связанные с автомобилем, вы можете решить здесь. Более подробно о работе автосервиса вы узнаете прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На каждое колесо вешается по датчику, работает считывающее устройство, которое выводит на монитор уже в программу 3D. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Мы ждем ваших комментариев и интересных тем. Звоните нам по телефону 534-3909, либо 993-3909. Участвуйте в жизни города и района. Сразу после небольшой рекламы смотрите на путственное слово настоятеля Боголюбского храма отца Иоанна Клименко. На сегодня это все новости. Я с вами прощаюсь. Приятных вам выходных. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как стать водителем, если нет времени? Теперь получить права стало проще. Автошкола Автокурс Плюс набирает группы вечернего и выходного дня. Практические занятия проводятся в любое удобное для вас время без переплаты, а за автодром вообще не надо платить. Позвоните прямо сейчас и получите в подарок учебную литературу и 6 часов занятий на автотренажере. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok